Дорогие друзья, помните, рассказывал вам о китайской нефтяной корпорации Синопек. Месяц наблюдал, как ведут себя акции компании, все-таки купил 7 штук по 26 долларов, это минимальная цена. Потратил 12 с копейками тысяч, но говорят, что в ближайшее время бумаги снова начнут дорожать. Если будет как в прошлом году, когда их стоимость подскочила до 74 долларов, то в общем не зря связался, хотя от чего волноваться. Нефть и газ в обозримом будущем с рынка точно не исчезнут, значит и я не проиграю. Тоже хотите попробовать? Переходите по ссылке внизу, регистрируйтесь, действуйте. Обалденное высказывание, зритель прислал сама мысль, интересная, причем она, вы знаете, и печальная, и забавная одновременно. Итак, газопровод «Сила Сибири» проведен куда угодно, в Приморский край, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, но не проведен ни в один сибирский город. Про деревни вообще молчу, как вам, а? Хотя, с другой стороны, что-то вот сейчас подумалось, а зачем сибирякам? Не хай обогреваются кострами, печами, вон хворостом топят или валежником, который вообще бесплатно собирать разрешили. К тому же, ребят, ну давайте не будем забывать, что на России несколько лет назад появилась некая добрая традиция, она же аттракцион неслыханной щедрости. Именно. Я сейчас про патриотическую акцию «Подари дрова» говорю, она, к слову, со дня на день стартует. В регионе продолжают акцию «Подари дрова». Ее запустили в прошлом году, поленья на зиму привозят нуждающимся пенсионерам. В этом сезоне доставили уже три машины, пожалуй. Вот, уже три машины отгрузили нуждающимся в Челябинской области, например. То есть Урал, считай, обогрели. Текслеру, кстати, за это орден неплохо было бы выписать. Ну а там, глядишь, и остальные его коллеги нечто подобное изобразят. Так что прорвемся, чего вы. Начинаем! А вот сейчас шутки в сторону. На серьезную историю предлагаю переключиться. Тем более, ну когда еще сказать об этом, как не в день Конституции, к чему я? А просто хочу показать, как работают наши патриоты-пропагандисты наглядно, и ценности. Эти ребята на самом деле пропагандируют. Итак, сейчас будет скриншот из топа новостей Яндекса, сделанный во вторник, 10 декабря. Вот он. Обратите внимание, что за новость находится на второй строке того топа. На национальном поисковом портале на минуточку умер Юрий Лужков. Ну печально, конечно. Однако для полного понимания, в тот день вся страна была поражена озвученной накануне информацией об отстранении России от участия в международных спортивных соревнованиях на 4 года, то есть без флага опять остались. Еще в тот день говорили об увеличении стоимости в мобильной связи на 20% с 1 января, о возможном скачке цен на автомобили тоже с 1 января. Однако пропагандисты решили, что для россиян оно вообще не важно. Там же где-то за бугром чиновник приставился, пусть и бывший. Вот что должно заботить граждан великой и могучей барин Померли на чужбине. И новость, которая пришла только что. Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По предварительным данным, в последнее время он находился в одной из клиник Мюнхена, где ему сделали операцию на сердце. Юрий Лужков занимал должность столичного городначальника с 1992 по 2010 годы. Блин, как же они это любят. По предварительным данным, в последнее время Лужков находился и бла-бла-бла. Да в последнее время Лужков находился в изгнании, если можно так выразиться, после того, как его вышибли с должности мэра Москвы за коррупцию, по крайней мере пропагандисты. Об этом тогда орали с утра до вечера. Разоблачительные расследования пачками по телеку гоняли. Одно только НТВшное дело. В кепке чего стоит? Ну да мы отвели крись. А с должности покойного вышиб, между прочим, не абы кто, а лично. Тогдашний президент Медведев с формулировкой утрата доверия. То есть, по сути, в 2010 году стране объявили этот человек вор. А раз объявили на таком уровне, как можно после в государственных СМИ даже упоминать фамилию данного чиновника, да еще в разделе главные новости. Прикиньте, при Сталине бы Клевитан по радио сообщил, умер враг народа и жоп, и страна такая скорбит. Или нас всех 10 лет, 9 лет назад обманули, оклеветав порядочного человека. Я не стал пенсионером. Я продолжаю работать. И я занялся сельским хозяйством. Селу он и отдал всю свою энергию и свои силы. Яркий, порой противоречивый и уж точно неординарный политик и человек. Таким и запомнит Юрия Лужкова. Ну а если серьезно, клевые у нас скрепы не находите? Когда власти и ее халуям нужно было сделать вид, будто бы в России ведется какая-то там борьба с коррупцией, наверху размахивали шашкой. Чуть ниже, лизоблюды из ящика по всем каналам кричали, ай-яй-яй, бандит, коррупционер, к ответственности таких надо привлекать. Прошло время. Страсти улеглись, и вот мы всей страной хороним того человека, как героя. Это нормально вообще, нет? Ну да ладно, это реальная журналистика с дном Конституции. Всех поехали! Ну и раз сегодня о скрепах уже заговорили, понятно, праздник же. А раз уж спортсменам, да, спортсмена с добрым словом помянули, нельзя тогда и о следующей истории не сказать. Олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы от любимой всей страной партии Светлана Журова, рассказала на медне о пенсионерах, внимание, умоляющих поднять пенсионный возраст еще. По словам бывшей спортсменки, люди хотят приносить пользу обществу до тех пор, пока могут это делать. А вот выход на пенсию думская перебарби охарактеризовала, как страх людей перед неизвестностью. О как! Так, хотите честно? Нет, ну я бы понял, если дамочка до того, как стать депутатом боксом занималась, например, простительно было б, отбили, может, что. А впрочем, она же на коньках бегала, да, холодно, а шапку поди не одевала. Вот, имейте в виду, товарищи родители, у кого дети тоже в спорт пошли. Более того, по данным финансового института при все том же Минфине, занятость среди предпенсионеров составляет всего 29%. Ввели штрафы и наказание для работодателей в Уголовный кодекс, типа для защиты тех, кто должен был выйти на пенсию, а теперь вынужден работать. Но толку? Ноль. А ведь об этом говорили. И все-таки нашлись те, кто даже Журову на повороте обошли, причем со свистом и, так знаете, в точку. В ЦИОм наш любимый, который на днях опубликовал результаты очередного опроса для идиотов. Почти 80% российских граждан хотят, чтобы их дети работали бесплатно. Вот в каком дурдоме? Сотрудники Федоровской конторы людей опрашивают. Хорошо, признаюсь, там не совсем так стоял вопрос. Людей спрашивали, хотели бы они, чтобы их дети занимались волонтерской деятельностью. Но вот это главное, согласитесь, оно было бы уместным, если бы такое исследование проводилось в какой-то благополучной европейской стране, простите, но в стране, где 27 миллионов человек официально находятся за чертой бедности. Еще чуть ли не столько же на грани могут ли люди при таких раскладах думать о каких-то благотворительных порывах и мечтать отправить своего отпрыска поработать где-то там за идею. Ага, я даже примерно представляю эту картину, как отвечали респонденты. Да, вот вы знаете, несмотря на то, что нашей семье практически нечего жрать, не во что одеваться, нам элементарно не хватает денег, чтобы оплатить коммуналку, но я все-таки ращу своего ребенка вообще не для того, чтобы он помог всем нам, когда вырастет, пусть лучше бесплатно на фонд какой-нибудь Навки или Медведевой, по шестерит, потому что скрепы для нашей семьи гораздо важнее. По-моему, эта история больше каким-то идиотизмом попахивает, не находите, ну и враньем галимым, как обычно. Не расслабляемся, потому что сейчас буду добивать окончательно. В международном аэропорту Внуково на Медне из камеры вещдоков пропало 105 килограммов наркотиков, а траву контрабандой перевозили какие-то летчики, злодеев поймали, наркоту изъяли, положили в специальную комнату под замок, и вот она пропала. У меня всего два вопроса. Объясните мне тупому, как из камеры вещдоков на стратегическом объекте можно незаметно утащить центнер кокаина? Вот я правда не понимаю. И второй вопрос. Почему до сих пор не уволены к начальник службы безопасности Внуково? Генеральный директор, напоминаю, мы говорим о стратегическом объекте, где всегда существует вероятность теракта. Как, блин, эти люди террористов могут вычислить, если у них из-под носа 100 килограммов наркотиков увели, а они даже не чухнули? Кстати, все СМИ об этом написали, и пропагандисты тоже. Реакции ноль. К чему я вообще завел эту шарманку именно сегодня, а просто вдруг подумалось. Вот что мы празднуем 12 декабря? День Конституции. А что это такое в смысле Конституция? Закон, регламентирующий наши права, так нет у нас никаких прав. Их давно отобрали. Почитайте сей документ. Он же весь правленный, переправленный в угоду политиков и их спонсоров. Помните, там был пункт о том, что недра принадлежат народу? Забудьте. Нет в Конституции больше такого пункта. Другой пункт. О праве мирно собираться и митинговать. С некоторых пор данное право стало скорее птичьим. Закон о митингах, потому что приняли. Рихтанув данную статейку в нужную для чиновников сторону, все. Право на референдум, та же история. Пенсионную реформу все еще помнят. А право на свободу высказываний или вероисповедания, да мне ли вас смешить? У нас уже стало доброй традицией судить людей за репосты. За оскорбление чувств верующих можно еще долго продолжать. Но есть ли смысл? Странно, кстати, что никто из опальных оппозиционеров не запланировал именно на 12-е какой-нибудь митинга. Вот смеху-то было. Ладно. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху. В соцсетях тоже жду. Ну и всех с праздником, с дном Конституции. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok